так прошло еще два часа смотрите и полбина я пошла под самое горлышко почти ничего себе вот это на фруктовой воде послушайте выводить сначала вот таким влажным методом потом перейдем на сухой но слушайте посмотрите что будет утром на ее надо будет кормить же уже она сейчас начнет видеть она сейчас поднялась а потом она начнет пожирать вот эти вот все бактерии мунти ну какая красота слушайте видели картинки вот и не надо в интернете ничего искать он свои какие картинки у нас офигенные а тут смотрите какие дырищи вау ну это ж надо поскольку она в семь раз поднялась красотища правда же наша полбина и на старинной муке красота но красоте вообще неимоверно с такими я так сегодня не хотелось делать это кожа была устала с этими хлебами а тут посмотрите беру свои слова обратно ты молодец заквасочка молодец так мои хорошие сегодня у нас уже 12 сентября 12 сентября посмотрите посмотрите вчера я вечером поздно кормила закваску я вам показывала как она поднялась ну вот ее уровень был вот здесь вот сейчас я буду перекармливать прошло где-то 12 часов и вот мы сейчас очень спешим поэтому ее быстренько перекормлю положу в другую посуду а вечером потому что банки отмывать это вам хочу сказать не шуточка вот она мне смотрите она мне поднялась до самого горлышка хорошо видно да и какая она была рыхлая вчера вы тоже все видели прям мгновенная вот такая вот она была голодная вот когда вот когда закваска поднимается вот она кушает кушает все эти там бактерии питается приобретают вкусный запах моя такая чуть-чуть к сливочкой пахнет можно сказать вот теперь я уже не буду кармить через 12 часов и я решила уменьшить дозу не по 100 граммов кармиться по 50 максимум 70 максимум потому что ну зачем есть только закваска всякая разная закваска очень быстро раскармливается если нам нужно выпить большой хлеб вот то ее нужно покормить пару раз в день и вы вы видите себе столько закваски сколько нужно я хочу сказать что старцевая нам столько не нужно смотрите вот берем то что у нас внутри посмотрите какая она там вся вот эта фруктовая вода работает так хорошо я возьму 50 граммов закваска посмотрите посмотрите какая у нас она такая прямо чалесная ведь вот эти все поры это значит она хорошо насыщена воздухом ну конечно же как я могу сразу не наляпать на стенке сейчас посмотрим сколько у нас ее здесь есть проще всего высчитывать конечно на 50 граммов и на 100 то есть мы берем 50 граммов закваски 25 воды и 50 граммов муки вот либо 75 закваски если мы видим что вроде как маловато сейчас посмотрю что здесь будет давайте возьмем 75 ее тут послушайте ее тут на 100 граммов еще и попробуй не скреби верхний слой не берем берем то что у нас внутри такое знаете вот все пушистое все такое хорошо напитано кислородом так если 75 то сколько нам нужно 35 и 5 37 и с половиной граммов воды ого много так это я уже столько делать не буду я считаю что в таких больших когда мы выращиваем все свои закваски до базы заквасок очень много переводится муки вот поэтому ну нет смысла брать в таких огромных количествах по 150 по 200 граммов это вот вершкин кот так мало так много ну ладно у меня тут на лопаточке останется вот будет там 75 граммов так очень хорошо так сейчас я наливаю 37 38 граммов воды ну вот 37 граммов замечательно и потом это у меня будет сейчас 50 50 процентная влажность то есть количество воды от количества не закваски а добавленной муки составляет влажность влажность нашей закваски составляет влажность нашей закваски вот у меня будет 75 граммов муки вот здесь 37 37 с половиной граммов воды вот тогда это а вообще еще лучше потом эту левита мадра выводить на 45 процентную влажность то есть 40 что вам хорошо понять на 100 граммов закваски 45 граммов воды и 100 граммов муки будет тогда 45 процента она такая будет плотненькая такое тесто ну вот почему вот это вот левита мадра левита мадра вообще лучше закваска работает на выпечке на белый на хлебах на белых на всяких бриошах вот и с добавлением сахара все что сахарочек добавляется это все она очень любит а почему делают в твердую закваску такую как левита мадра ее можно сделать любую такую твердую густую закваску потому что она становится сильнее вот именно в таких пропорциях когда уже выпекаем нам нужно уже жидкое так добавляем муку 75 граммов так ложка 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 так муку нам надо хотел сказать к сожалению просеивать это тоже такой вопрос послушайте я никак не могу прийти к истине потому что даже среди блокеров кто обучает выведению закваски то они ее просеивают то они ее не просеивают то они не просеивают когда замешивают тесто уже и опару на выпечку поэтому я никак не могу понять то резко начинают замешивать на закваску поэтому знаете мои хорошие если у вас мука такая свежая флюидная и нету комочков то ее можно и не просеивать вот видите вот у меня есть комочки но я просеиваю так и здесь у меня сейчас уже будет густое тесто его нужно вымешивать к сожалению рукой я не очень люблю это дело вот и вот столько вот закваска я сейчас видите там много половина стала закваска я вчера там вообще делала там по 125 граммов добавляла очень много но она вот и хорошо поднялась у меня послушается мука вот понимаете все зависит от белка может быть здесь и граммуречку муки нужно добавить чтобы выкачать этот шарик все очень сложно мои хорошие все сложно в том плане что ты никогда не знаешь как себя поведет эта мука если вот она сейчас будет очень жидко это моя вот этот мой колобочек вот я тогда капельку муки просто на глаз добавлю вот потом уже сейчас вот я покормлю сегодня вечером я покормлю потом ее уже нужно начинать будет выкатывать вот чтобы ее там уже выкатывать скажем так нашей скалкой надо чтобы комочек был все таки такой твердый да и вот и там эту закваску ее и и выкатывают и растягивают как тесто и ну короче чтобы оно когда соединение идет с водой закваской чтобы оно как бы все продышалось вот так что вот такая вот наша левита мадра наше будущее на фруктовой воде послушайте намного проще на фруктовой водичкой выводить чем просто вы раздабливаете сок и разбавляете водой то есть на свежем соке все таки лучше дать ему побродить в бутылочке два-три дня вода эта дрожжевая будет очень сильная вот и тогда вам будет намного намного проще замесить свою первую левита мадры поэтому слушайте обыскалась хотела бы вообще купить знаете такую книгу чтобы там были всякие разные левита мадры там допустим на фруктовой воде просто на соке там на той же ну я не знаю на воде они выводят не выводят мне кажется это 50 процентной влажности это закваска тут сорт муки очень зависит тоже вот девочки блогеры опытные причем пекари то вот выращивают левита мадра на цельной зерновой муке я вам сразу скажу что левита мадра выращивается на муке высшего сорта с очень большим количеством протеина белка в муке вот и ни на каких ни на цельной зерновых муках я добавляла в первый свой замес немножко цельной зерновой муки вот причем не самого грубого помола а среднего наверное как она обойная наверное я не могу понять и все остальное я кормлю на первом сорте потому что у меня мука высшего сорта в белок меньше чем вот в этой муке первого сорта другого производителя поэтому знаете все не так просто еще я видела маленький сейчас покажу такой лайфхак капелечку масла добавляем когда в стеклянной посуде практически мы его все убираем видно да потому что очень очень приклеивается к посуде это тесто наше драгоценное наша левиточка мадрочка так смотрите все колобок я выбила я вам сюда кладу его вот таким образом смотрите я его сейчас надрежу так достаточно глубоко надрезаем пускай дышит вот и я его закрою потом этой пленочкой все вторая мука так то же самое мы проделываем с нашей закваской из полбы так а где ложка ага вот тоже она видите она сначала так не очень сильно поднималась потом все таки вот я показывала она поднялась через вот этот вот верхний слой видите у нее такой ярко выраженный намного более плотный чем у пшеничной закваски поэтому берем только внутри все смотрите какая она красавица вот просто такая красавица дышащая молодец молодец хорошая девочка так 52 то же самое сделаем по 75 граммов и вечером я еще ее уменьшу я буду делать на 50 граммов потому что такое такой перевод муки я вам хочу сказать как бы ну уже тоже уже так игнорировать нельзя столько сколько муки вот все эти закваски когда мы выращиваем вы знаете еще когда бы там допустим первую закваску я выращивала да мне бы наверное нужно было бы больше но у меня есть смешанная пшеничная ржаная у меня есть чисто ржаная у меня есть остатки даже вот если вдруг у меня не хватит какой-то закваски берем остатки спокойно так 39 граммов это многовато уберем капельку вот самое самое главное не переборщить с водой потому что из-за воды все вот эти наши беды скажем так так это я могу уже замочить а закваска что вам сказать мои хорошие про закваску она настолько липкая она настолько вот на ней наверное мне кажется можно строить что-нибудь ее не отмыть ни от чего вот от таких вот еще пластиковых контейнеров оно счищается я вам пока не показывала вот я такую специальную губочку вот для мытья именно вот этих контейнеров закваской завела то есть я больше ничего не мою потому что все нужно мыть без мыла вот сейчас вот я эти взяла вот мисочки я их кипяточечком ну у нас вода такая очень горячая из крана идет я промыла кипятком потому что они явно у меня мылись в машинке в прошлый раз вот поэтому когда мы выводим закваски никаких антибактериальных средств на стенках этой посуды не должно быть потому что они просто будут убивать наши добрые бактерии которые нам нужны наши кисломолочные которые дают привкус такой вот фрукт здесь вот у нас он должна быть как бы она чуть-чуть фруктовая фруктовый такой йогурт должен быть в запахе я еще пока его не слышу честно сказать так и нам нужно семь так сейчас я муку закрою чтобы она не брала лишнюю влагу с мукой прям вообще надо быть очень осторожными потому что мука это наше все если мука ой насвинячила так семьдесят пять сейчас могла бы я вам конечно девочки этого не показывать видите у меня какая мука старинная на камнях перетертая считается ну самый как бы клевый самый такой приличный для выпечки хлеба тем более на закваске вот дорогая так семьдесят пять ну я не знаю с этими заквасками с этой мукой я только и делаю что я труп я не умею работать чисто честно вам хочу сказать у меня никогда не получается чисто я все равно либо у меня мука просыпется либо вода прольется либо еще но я не могу набрать слушайте семьдесят пять граммов ковыряюсь ковыряюсь она там уже на дне я не достаю и просто так семьдесят четыре господи особенно когда некогда так все так замешиваем колобок послушайте я книжку читаю французскую купила новую тоже про хлеб и там женщина но мне кажется она из Марокко но это не важно и она рассказывала когда вот это у нас был этот ковид у нас же этот конфинимант то есть когда нам нельзя было выходить вообще никуда даже в магазин нельзя было вдвоем ездить кругом стояла полиция а во Франции все таки люди едят много хлеба как ни крути вот и не каждый раз ты мог доехать и купить хлеба тебе нужного и люди начали печь сами дома хлеб я мужу очень давно говорила давай я буду печь хлеб ой дорогая моя видя сколько он стоит зачем тебе это надо типа головная боль вот потом вот я купила машинку уже после этого конфинимана вот и теперь вот решила еще на закваске потому что все таки не сравнишь ни вкус в хлеба тем более что я хочу черные мои хлеба вот тяжелые конечно машинкой такой хлеб не выпечешь и короче это женщины пишет что люди начали печь все на дому хлеб и начали у булочника ну в булочной просить закваску там у них была булочная она его даже имя написала в книжке он всем отказывал хотите хлеб покупайте у меня закваски не дам я не знаю почему она не нашла сразу как бы метод может быть люди знают я раньше тоже как бы ну закваска и закваска как бы сильно я там не вникалась вот все наши хлеба раньше в нашем детстве поэтому мы не были никто толстые потому что все шпикли на закваске откуда эти дрожжи там были вот короче люди начали выводить там свои закваски в конце концов этой женщине какая-то там другая женщина она тоже прям в книжке ее имя пишет поделилась с ней закваской которая была там кислющая которая там не очень хорошо пахла которой она там прям мучилась не знала как что с ней сделать потому что ему выбора муки тоже не было вот короче в конце концов когда она захотела сделать хлеб он у нее там не поднялся она его там потом у нее хотелось она утятницу позвонила своей подруге там дайте мне утятницу она говорит у меня такой нету пеки просто в любой форме бери форму там где для пирога для тарта и выпекай вот она рассказывает что первый хлеб у нее там получился какой-то настолько несуразный непонятно какой форме там где пропекся где подгорел она говорит ну вкуснее хлеба я никогда не ела вот так что я была очень удивлена думаю ну надо же булочник там в деревушке бы их не поделился закваской говорят что хлебом нужно делиться вот хорошенечко вымешиваем этот калач потом вчера я попала на одного блогера девочка она очень хорошо печет я недавно на ее канале там буквально несколько что-то я искала так я видела ее так уже приблизительно знаю всех блогеров которые русскоговорящие которые пекут хлеба на закваске вот она показывала закваску по методу французского известного буланжи не запомнила я его на это фамилию не тот у которого у меня книжка есть вот так там вообще жесть там каждый день по 20 минут надо вымешивать эти колобки в конце концов потом так минуточку вот я не вспомню я этого нашего французского буланжи я его записала потом посмотрела у него там книга которую она вот ну она видно сделала фотографию с экрана или там это скрач этот что там стоит там 300 200 с чем-то евро это книжка они такие все она на английском языке там еще одна ну короче у него еще книжки там есть знаете такие восьмидесятых годов тогда вот он уже там выводил эти закваски вот его закваска короче по методу как они они там замешивают там по 20 минут не менее нужно замешивать чтобы там открыть всю ароматику чтобы хорошо вода с мукой хорошо смешались и так далее ну конечно опять там что-то они заявляют там 60 часов два с половиной дня но там кормление через каждые 5-6 часов там короче там муки ушло столько в конце концов она себе там отщипнула 50 граммов сделала жидкую закваску потому что закваску вот этого поэтому профессору хлебов нельзя хранить в холодильнике ну слушайте для современных заквасок я думаю вот оптимальный вариант и все это у меня будет храниться в холодильнике естественно вот потому что ну каждый день кормить я столько не пеку а просто кормить и выбрасывать остатки ну это просто роскошь да для нас все мои хорошие теперь я поехала в магазин когда я вернусь я к вечеру буду опять перекармливать покажу вам смотрите вот мы вернулись хорошо что я подкормила перед отъездом посмотрите пшеничная особенно как пошла быстро вы видите вот если бы она была в баночке в той узкой которую я сейчас вымою и буду в следующий раз подкормить буду в банку класть она бы там уже тоже до берегов дошла а это вот этот полбиная и вот она видите она поменьше но она тоже пойдет она и вчера отставала но она немножко менее сильная здесь ну понятно протеина нету столько вот но тем не менее очень правильно я сделала что я подкормила уехав потому что видите как раскрываются эти звездочки красиво мне нравится вот вот у нас третий день вторая подкормка я уже где-то час назад подкормила вот это пшеничная это полбиная полбину я так скрутила улиточкой вот так красиво а пшеничную разрезала как обычно она там уже начала немножко подходить я сегодня пропорции делала семьдесят тридцать пять семьдесят послушайте как много выбросила там вообще вот целый такой комок этих обоих заквасок конечно я смысла вот разведения в таком большом количестве если бы мало причем вообще не понимаю конечно потому что эту же закваску потом можно раскармливать там за день можно идти раза подкормить и выкормить себе там хоть пятьсот хоть восемьсот граммов вот поэтому конечно же учитывая цену на муку надо экономить доброе утро все мои хорошие доброе утро мы приближаемся уже больше к обеду я буду кормить свою закваску это у меня полбиная посмотрите вот я вчера в одиннадцать вечера я их кормила в полбину я добавила щепотку вот просто щепотку белого солода не ферментированного это я вчера слушала курс на школы по хлебопечению вот и девочки там задавали вопросы конечно вопросы в комментариях много ничего не рассказывают покупается курс и все такое но все таки кое кому удалось получить ответ на вопрос и вот они спрашивали я посмотрела девочки у меня тут это роботы ездят под ногами по этому звуку я посмотрела комментарии конечно вы знаете меня это очень сильно удивляет что много девчонок ну вот просто много девочек пишут что у них не получаются закваски что они у них там покрываются плесенью покрываются мхом и так далее мне это непонятно потому что я не могу понять почему это так происходит у меня закваска получилось с первого раза может быть потому что я более внимательно прочитала изучила тему перед тем как ее сделать смотрите какие дырища а здесь у меня добавлено ну наверное 3 грамма глютена который я вчера купила дырки прям вообще по запаху послушайте мне мне вот пахнет прям вот дрожжами вот дрожжами мне пахнет вот как будто бы это были натуральные дрожжи особенно белая закваска вот а что-то она вчера и говорила что типа что вот когда закваска там выбраживается что-то там добавляется и вот она банально пахнет дрожжами но это очень хороший приступ а вот полдинная закваска она у нее намного меньше кислинки у нее есть такой вы знаете такой вот все говорят йогурт и фруктовый там вкус вот я не слышу этого но опять же у нас у всех свое обоняние вот здесь такой знаете я бы сказала немножко какой может быть ореховый такой молочно-ореховый вкус вот полдинная закваска на сегодняшний день вкуснее пахнет чем пшеничная смотрите я тут посуду доносила но в такие банки уже мне нет смысла высокие такие высокие банки нужны для первых дней брожения потому что там еще знаете активные вот эти фруктовые дрожжи бурлили они поднимали муку вот сейчас вчера позавчера я вам показывала как она поднялась буквально там за три часа чуть не вышли из берегов вот а вчера я уменьшила дозу то есть у меня здесь по 75 граммов закваски по 36 половины 37 граммов граммов воды и по 75 граммов муки здесь пшеничная белая белок 12 и здесь полбина зерновая обдирная вот она у нас Т110 то есть она ну как не полусолезерновая но и не целезерновая то есть по моему немножечко более тонкий чем цельнозерновой старинный сорт здесь тоже белок 12 так подождите нет вру я вам я писала 11,3 белок ну вот видите может быть потому что 11,3 а здесь 12 пшеничная закваска поднималась всегда выше ну по идее пшеничная мука она всегда легче чем ржаная и полбиная посмотрите вот сегодня я могу переложить свои заквасочки в баночки полуитровые у меня две банки вот эти наши советские крышки я вот привозила я их прям храню как зеницову око и реликвию вот потом у меня вот есть вот такие превосходные стаканы тоже можно в них выложить на них нужны конечно пока закваска и эти надевать марлечки вот бентики чтобы никто не залез а потом когда в холодильнике хранится я уже буду вот наверное в такие банки перекладывать никак не куплю белый этот фломастер чтобы подписать вот так что посуды у меня полно красивые послушайте вот эти банки я сегодня вымы уже унесу потому что нет смысла в такую высокую посуду и потом вы должны еще знать вчера я их растаивала вот в таких стеклянных мисочках потому что спешила мне некогда было намывать банки вот и я чуть-чуть смазала там даже не капли а такой пол капли масла растительного и вы знаете очень хорошо отмылось стекло поэтому сегодня я сделаю я сделаю то же самое я капну на салфетку немножко оливкового масла вот и протру стаканчик куда буду выкладывать наверное это я сделаю прямо сейчас потому что много не нужно вот чисто чтобы была вот такая маленькая маленькая скользящая поверхность послушайте этого нигде не говорят это я случайно увидела у какого-то блогера и я вам даже не могу сказать мне кажется я случайно попала и случайно вышла я даже не знаю кто это был но тоже потому что про закваску сейчас рассказывают абсолютно все блогеры прямо сейчас такой бум на эти закваски на здоровый хлеб это очень хорошо это очень хорошо особенно у кого есть вздутие живота кто любит черный ржаной хлеб вот эта вот кислинка которая вот и тут такая тонкая конечно же лучше вам это делать свои закваски и пить свой хлеб так ну раз я уже протерла стаканчики значит понятное дело что они будут у меня в стаканчике значит так мои хорошие я вчера начинала уже говорить о том что мне не понятно почему делают в таком количестве большом закваску я вчера выбросила вот просто уже не стала вам снимать я вам вот вот с такую банку остатков понимаете ну это это такое расточительство я тут уже и попереливала весь свой сад разводила но вчера уже был вечер и дело в том что сегодня опять это потом же это все надо развести в воде и так далее то есть это морока поэтому сегодня я буду делать все на 50 граммов конечно же остатки они уйдут выброситься но начинаем потихонечку как говорится экономить так традиционно начнем с нашей прекрасной пшеничной заквасочки вот смотрите верхний слой он так подсыхает но он подсыхает абсолютно у всех именно на левита мадре я не заметила на 100% закваске на традиционной да чтобы вверх подсыхал но на левита мадре это подсыхает мне робот прям бьет это в ногу смотрите какая она там ну это же вообще это сказка такое кружево такое вот такая вот мочалочка такой японжик такой замечательный красотень правда же вот берем вот так вот самые смачные сливки как да да девочки подсказка у вас же не сразу получится вот такая вот закваска да скажем так поэтому когда у вас вот вы первые разы будете ее там когда она у вас еще будет влажная вам нужно обязательно перед тем как вытащить порцию для будущей заквасочки подкормленной вам нужно обязательно ее перемешать а вот когда она уже вот такая становится густящая такая видите такая уже самостоятельная дама тогда тогда уже просто мы снимаем верхний слой очень это все очень-очень липкие дела закваска очень тяжело отмывается очень тяжело размешивается вот такая когда она такая вот плотная я видела что некоторые пекари которые делают в больших масштабах то есть много замешивают тесто они вот так закваску выгружают так тут у нас уже много я сказала что буду на 50 граммов поэтому отниму они даже миксером размешивают закваску так тяжело она идет 50 о 50 ну там где-то на лопаточке останется там полу грамм это не страшно теперь сбрасываем на 50 граммов мы наливаем 25 граммов воды вода должна быть либо фильтрованная из фильтра хотя хотя когда вот замешивают это левит они пишут что прямо вода из-под крана то есть чтобы вода была живая не кипяченая имеется в виду поэтому мои хорошие смотрите сами я вот допустим брала фильтрованную у нас фильтр этот в караффе как его угольный поэтому я брала из фильтра не кипяченую просто профильтрованную воду а сейчас я беру минеральная вода такая которая вот не газированная а минеральная да обычная питьевая минеральная вода есть такие там всякие вольвики дорогие марки этого не надо надо брать обычную воду где не очень там уж много всяких разных добавок вот либо берите просто фильтрованную воду потому что как бы там ни говорили из крана вот много вопросов у меня же было и по чайному грибу и вот девочки вчера писали в чате что у них загнивают заплеснивают их закваски там на второй на третий день девочки я думаю что это только вода значит у них некачественная вода течет из крана а и вот кстати вчера пекарь это которая делала приглашала в свою школу пекаря я мужу сказала что я обязательно пойду учиться вот чисто для себя мне нужно чуть-чуть отложить денег в сторону потому что дорогое обучение больше двухсот евро который курс я хочу купить вот но мне это интересно и очень много нюансов которые просто так никто вам не скажет бесплатно вот я прослушала один недельный пресс почти пресс как говорили на французском флешмоб мне очень тоже понравился и вчера я слушала школу хлебопеков там доступ к документам 12 месяцев вот которые я хочу есть 6 самостоятельное обучение 9 там немножко там можно есть обратная связь а уже когда полный курс тогда там ну вообще и там очень много материала у нее прям вот понимаете плододового подходим к плите духовки открываем ставим там допустим этот щуп термометра закрываем смотрим температуру и потом только там ставим хлеб потому что при каждом открытии духовки духовка теряет там 30-40 градусов смотря на сколько вы ее откроете насколько долго если она у вас там была допустим если нужно хлеб попекать при 250 процентов первые несколько минут да то пока мы поставим хлеб и пока мы нальем воду в поддон если она у нас если у нас подовый хлеб без крышки я имею ввиду да если открытый на камне там допустим или на противне то у нас 25-30 градусов выходит сразу вот и она прям все вот это вот показывает это вчера примеры нам а потом показывали девочек вот они там растягивают там это все тесто у них прям вот урок стоит они так добавили это добавили это поставили растянули мне понравилось вот такая система может открыться очень много нюансов и есть обратная связь вот дороговато конечно лично для меня ну послушайте надо ставить цель и идти к ней четко почему-то так почему-то у меня получилось вот 24 грамма воды закваска вот тоже с закваской понимаете в рецептах например всегда закваски там допустим пишут там 50 грамм закваски 60 там 120 грамм закваски а у вас закваски стартера там 5 граммов допустим и там 15 да в холодильнике так я пока вам рассказываю я добавлю сейчас 25 граммов белой пшеничной муки первого сорта вот и закваска когда допустим вы начинаете подкармливать стартер так подождите девочки мне как-то неудобно она теряет граммов 20-30 вот тоже этот нюанс вот хочется спросить но дело в том что ай-яй-яй что же я сделала я же не с этого так ну там сколько у меня граммов муки там упало господи там у меня было 25 я сбросила ага ну пускай там один грамм упал ничего страшного на весы не сбила болтала вот закваска теряет до 20 граммов 30 граммов когда она поднимается да обогащается воздухом то есть получается если вы рассчитали себе на 200 граммов у вас получится 180 вопрос достаточно ли этого количества либо все-таки нужно когда вы кормите стартер рассчитывать на 250 граммов а брать 200 готовых вот тоже я вчера лично отправила несколько вопросов я прямо его скопировала этот свой вопрос правда ли что ржаной хлеб нельзя расстаивать на холодной расстойке в холодильнике я вот услышала от одного мастера она так ржаной потому что это ржаной не ставим в холодильник это все что я услышала я сразу задалась вопросом вчера я раз пять отослала вопрос этот мне никто не ответил хотя сидели у экрана и продавали курс и только девочки задавайте вопросы девочки ну вот все вопросы на которые можно ответить бесплатно отвечались а вопросы которые видно есть и которые мы можем хотим узнать это только за деньги ну вот но я никого не осуждаю каждый человек учился каждый человек набирался своего опыта он продает свои знания к сожалению я так не научилась делать хотя у меня тоже вроде бы как и знаний уже целый кладезь я это все бесплатно раздала за все эти годы работы на ютубе вот я об этом конечно же не жалею я сожалею только о том что обладая все таки достаточным количеством знаний я никогда не сумела заработать себе на жизнь вот это вот меня удручает все остальное господи пользуйтесь на здоровье так все теперь вот это надо вымешивать руками это будет липкое тесто и я буду попробую вымешивать вот у меня защита для моей плиты я обратила внимание что многие работают на стекле такие как вот стеклянные попробую если будет хорошо вымешиваться не очень липнуть легко чистится у меня есть такая вторая а есть у нас еще продают сплошным куском то есть вот это вот сколько получится там плита поскольку 50 на 50 да ну да можно будет потом со временем тоже прикупить но пока что только эксперименты всего хочется послушайте каждое новое дело скажем так оно требует своих затрат то есть можно конечно обойтись и выпекать хлеб просто на противенье естественно вот а когда начинаешь глубже копаться понимаете и то надо и то надо и то надо короче всего нам надо и независимо от того сколько у вас всего уже есть надо все надо все надо и надо и надо так я чуть-чуть тоже маслицем потому что буду раскатывать свое это сейчас вот так сейчас я включу весы чтобы их не оббивать вот закваска это очень грязное дело это все время ты копаешься с мукой все время ты я вчера добавила глютена там 3 грамма каких-то вы даже не представляете как у меня все приклеилось к рукам у меня вообще потом руку чуть отмыло честно сказать вот может быть это не от глютена может быть закваска очень очень липкая вот и теперь на левита мадра нам нужно закваску как бы как вам правильно сказать нам ее нужно вымешивать вот эту вот заквасочку поэтому пока еще так сильно клеится к рукам ну вот сегодня уже лучше это вот и называется твердая закваска у нас во Франции ее слушайте принципиально не называют левита мадра потому что французская школа она своя школа и возможно у них что-то типа этой же закваски да они выращивают точно так же скручивают точно так единственно что вот этот надрез конечно крестообразный это уже надрез фирменный левита мадра вот на курсе никто не дал вот я два курса прослушала никто не дает левита мадра единственно что девочки мне очень почему-то вот это понравилось многие девчонки я же когда смотрю видео да по этим всем закваскам многие девочки пишут что у них пшеничная закваска не получается я начала смотреть почему она у них не получается в смысле там комментариях да и что вы думаете мои хорошие дело в том что действительно смотрите как хорошо качаются на стекле лучше чем на деревяшке я вот на своей этой пробовала на разделочной вообще все липнет все липнет вот из этого надо и раскатывать теперь попробую раскатать тесновато мне конечно если баночек понанесла короче тесто раскатывается складывается точно так же его там подтягивают складывают как настоящее тесто так знаете никто не шутит отбивают его там выкатывают все что хотите так таким образом давая возможность тесто хорошо вымешаться смотрела одну девочку там короче она рассказывалась как же его слушайте ну прям пойду сейчас скажу как он называется дядька этот вот Раймонд Калвилл это французский булочник я о нем конечно же никогда не слышала пока не начала смотреть этот ролик они выращивали закваску я уже мне кажется оговаривалась там 60 часовую ну там конечно кормление идет через каждые 5-6 часов поэтому ну если вы дома и в отпуске у вас есть на это время вот каждый вот этот комочек каждый день да нужно выкачивать 20-30 минут ну девочки мои хорошие конечно я очень хочу вырастить хорошую сильную закваску но 20-30 минут то я ее качать лично не буду на самом деле смотрите как здорово качается на стекле но у нас сплошные вот эти вот стеклянные покрытия они конечно очень дорогие вот я думаю что мне достаточно так вот почему я опять об этом дядечке спросила и сказала потому что потому что мои хорошие у него в закваске идет изначально в первой дозе соль ну вы знаете я как бы не согласна сейчас я чуть-чуть нож подтащу чтобы не я ножницами пока тесто такое жидковатое я подрезала ножницами сейчас попробую вчера ножом начала резать еще знаете это у меня шов еще как бы ну когда вот поперек режешь он заламывается получается такой знаете фигой ну фигой я имею ввиду жирчиком таким вот когда уже у нас будет выкачано хорошо это заквасочка это левита наша а он прям будет разрезаться знаете такое как плотное тесто ну вот у меня уже где-то приблизительно уже похоже на это я так говорю я так короче у меня закваска выведена абсолютно по своему рецепту собранному в этом на просторах интернета с разными опытами людей которые ее выращивают короче я ее сама делаю и по дням и по количеству добавок единственно что соблюдаю конечно пропорции вот видите вот еще не режется так четко нету такого четкого надреза ну и ладно правда же вот сейчас я это положу можно конечно было бы в банку положить но так как я уже смазала стаканы ой слушайте бросила в стакан он у меня упал не той стороной ну надо же ну и не получается у меня слушайте его правильно забросить туда сейчас вот намучаюсь тесто еще мягкое слушайте да надо было в баночку полуитровую выкладывать еще ему тесновато слушайте вытащу сейчас переделаю но уже не сыпа так я мужу говорю я рассказываю своим подписчикам как я слушаю бесплатные курсы задаю вопросы потому что как бы изучаю много и книжки читаю и смотрю много видео русских и французских книги у меня все французские ну вот и естественно что у меня уже такое знаете уже мнение оно у меня уже сложенное так бы ну я уже понимаю о чем спросить и на чем я споткнулась при выпечке хлеба вот мужу говорю рассказываю своим подписчикам как я как я задаю правильные вопросы как мне никто на них не отвечает только говорят покупайте курс и вы там все узнаете вот так что девочки все уже не буду я тратить на это время надо кормить полубяную закваску можно прикрыть вот так смотрите видите чтобы был немножко воздух но я буду закрывать все равно марлечками сейчас просто прикрою потом закрою буду закрывать марлечками потому что у меня это есть у нас сейчас виноград и все такое у нас иногда залетает это мушка враг наш и смотрите вот это все пойдет на выброс в принципе мне кажется уже можно пробовать замешать блины например а почему бы мне их не замешать на самом деле не буду выбрасывать замешаю блины а потом расскажу потому что она уже пахнет это хорошо вот оставляем себе только там 50 процентов о 50 граммов остальное послушайте замешаю я сегодня блины пускай стоят оладушки сделаю постоит побродит можно щепоточку потом этих разрыхлителей добавить а можно не добавлять как хотите потому что это рецепт у меня есть целая книжка я вам показывала что я купила и там добавляются разрыхлители так вымыла свою штучку начинаем с полбиной работать девочки это чисто чтобы мне с вами пообщаться естественно что нет смысла вообще вам рассказывать одно и то же повторять с одной закваской со второй но так как я вообще уже ничего кроме хлеба не пеку и ничего в принципе не снимаю но может быть кого-то устроит такое общение потому что я повторюсь я уже в своих телеграммах каналах я уже дала такое объявление что мой канал будет закрываться там уже все конечно же пошли возгласы вот но естественно что я не могу вам озвучить истинную причину потому что это затронет политические опять нотки но я буду снимать конечно у меня все равно я еще пока не снимать не могу видите я корочку сняла и я ее просто выброшу так откладываем теперь берем смотрите она такая красавица у меня конечно 50 граммов надеюсь я сейчас выскребу одним махом может быть даже здесь уже будет и много быстрее всего так чем же мне ее видите какая она быстящая вот это просто пластилин так в баночку складываю вот вот потом сейчас я это все выложу в свою эту миску в которой замешиваю блинчики водички добавлю даже можно молочка добавить я буду на этом быстрее всего либо на кокосовом молоке либо на а какой у меня а у меня кстати там полбиной открыто ореховое тоже можно вот и дам постоять потому что мне нужно сейчас готовить обед по быструхе у меня еще лежит целый килограмм индейки ну что я порезала свою лопаточку может быть еще мне не хватало только этого видите какой все липкое это не важно это очень трудно мыть посуду очень просто так 25 граммов воды ну вы знаете мне очень понравилось выращивать на фруктовых дождях она хорошо поднимается и знаете что я хочу еще сделать на хмель и закваску она как раз таки идет на эти наржаные хлеба таким же образом я у нас же этот я пока перевела что такое хмель у нас есть у нас продают 50 граммов можно купить за так не только еще воды 50 граммов можно купить почти за 9 евро такие как цветочки ну вот я прочитала для чего оно используется на французском читала потому что чтобы не купить ну вот 26 грамм воды уже все не буду я чтобы не купить вообще непонятно что и вот пишут что эти цветочки они особенно придают аромат а пиву и чай тоже заваривают поэтому я думаю это то что мне нужно вот у вас хмель покупается элементарно в аптеке вот я закажу наверное хочу сделать закваску на хмеле мне ее конечно никто она вчера заикнулась приходится на курс и так далее они поговорили в комментариях там были девочки которые уже ее школу учатся и которые она еще дает это в Италии свой курс и девчонки ой хлеб да а я не могу найти здесь же этого ферментированного солода вообще то есть не ферментированный белый он у меня есть мне Анечка из Германии его прислала вот спасибо я разобралась как им пользоваться я им активно пользуюсь сейчас вот и он у нас есть на Амазоне он хоть и дорогущий но доставка очень дорогая он у нас есть а вот ферментированного который красный да солод называют именно для вкусовой добавки и цвета хлеба у нас его нету поэтому я хочу найти хотя бы вчера была в биомагазине разговаривала с директором и я говорю мне нужно мне нужен мальт из этого из ячменный мальт потому что тоже на вот на курсе на бесплатном который я первой слушала она сказала что если класть жидкий ржаной мальт то хлеб будет очень темным и очень-очень этот мальт может перебить вкус а если ячменный мальт то он наоборот он чуть-чуть посветлее ой ну у вас там такой выбор в России у вас есть ячменный светлый ячменный темный я только нашла два вида ячменного у нас на Амазоне ну вот стоит конечно достаточно дорого но доступно и вот один стоит чуть подешевле так там доставка дороже чем сам мальт стоит в сиропе и они все темные вот а солодка такая польская да так она там стоила там ночью три с чем-то евро там баночка ну так доставка там где-то шестнадцать или семнадцать но тоже девочки нужно быть резонабельными я конечно очень люблю ржаной хлеб но у нас патока продается с тростякового сахара черного если уже на то пошло то я уже обойдусь просто этой патокой так в этот раз я буду внимательно я уже так поставила так на нольчик и вчера вот я уже открыла новый пакет у меня еще два килограмма такой вот муки вот этот еще есть пакетик моя половина мука старинная с белком одиннадцать и три что уже очень хорошо я вчера мне кажется вам рассказывала что вся мука до десяти даже второго и первого сорта все зависит от производителя так пятьдесят граммов значит пятьдесят двадцать пять пятьдесят всегда я наляпаю обязательно на весы это просто это просто обязательно так все готово потом это я все закрою вот сейчас будем вымешивать слушайте вот такая вот я неаккуратная поэтому девчонки послушайте вот без всяких обид я буду появляться на ю тубе у меня будут конечно видео но я вот вчера сбегала немножечко вам там даже показала как в каком состоянии у меня томаты вот видите я вот когда это видео выйдет у меня я посмотрела у меня двадцать шестого августа вообще я записываю потихонечку немного но все таки как то не могу не записывать мне кажется а вдруг мне это понадобится а вдруг я передумаю останусь на ю тубе а тут такая ценная информация с этими заквасками и так вот девочки тоже некоторые мучаются и вообще а я хочу вот вам донести что конечно же люди все продают на курсах но это такое вот дело выпекать хлеб такое благодатное ну так уже дайте вы рецепт людям этих заквасок вот я девочка вам закваски буду давать совершенно бесплатно никогда об этом не сожалею потому что ну е-мое у людей не получается дайте вы им хоть закваску им понравится они к вам придут на курс и купят у вас курс чтобы потом разные хлеба выпекать потому что на самом деле девочки там не то что миллион нюансов там десять миллионов нюансов когда ты начинаешь с этим сталкиваться я вам говорю конкретно я человек опытный на кухне и на выпечке вот такой всегда интересующийся по книжкам и все такое вы все прекрасно знаете мой канал но на хлебе я споткнулась и конкретно и именно это меня и стимулирует продолжать я каждый раз говорю все еще два хлеба и я выброшу конечно мы столько хлеба не съедаем но вот у я мужа напекла всяких белых хлебов заморозила все по кусочкам себе уже наверное я испекла 4 черных хлеба два очень удачных по вкусу но они у меня не поднялись теперь я сегодня вот еще я там одну случайного блогера увидела не скажу на каком ресурсе мне Катя прислала моя дочка вот а потом значит и там она как раз таки пекла ржаные лепешки и она говорит вот растаивается и тоже там знаете как ничего сразу толком не поймешь там кусочек там кусочек типа вот когда тесто растаивается ржаное вот чтобы понять что оно расстоялось вот когда мы его замешали да ржаное тесто и чтобы понять что оно расстоялось оно должно быть такое знаете как трещинками маленькими то есть должно разойтись вот знаете такими зигзагами Вот тогда можно сказать, что тесто расстоялось, и уже можно тогда его формировать и выкладывать в формы или в банетоны для передачи формы, либо сразу формы, формовой печь хлеб. Я вот еще и мужу сказала, говорю, послушай, я это, я прям взяла чуть-чуть муки, потому что сильно липнет. Я мужу сказала, чего я мучаюсь с этим хлебом, пока не получается у меня такой консистенции теста на хлеб, что его можно поставить на растойку, и оно не расплывется, когда мы его вытащим из корзины. Значит, надо мне это, девочки, очень липкая закваска, очень. Я не знаю почему, но вот видите, не тот глютен, не тот, не тот протеин, смотрите, вы видите, как липнет к рукам. Просто ужасно. Поэтому я вот так один граммчик я подсыплю себе, чтобы выкатать этот шарик. И забыла с этим, с этой мукой, и забыла. А, про хлеб ржаной я говорила. Вот, пока не научусь больше, что когда вот увижу, что у меня с этого, с банетоны выходит тесто, форма и не расплывается, пока там ты ее посыпешь и надрежешь, да? Можно печь в формах. Ну, вот у меня одна есть такая формочка, я недавно купила, чуть две не взяла. Прямо такая по форме кирпичика стандартного. А вот такие вот формы, как у вас там L7, L12 или, знаете, специальные, прямоугольные, и такие укороченные прямоугольные. Но у нас такие формы, во всяком случае, просто на Амазоне я не видела. Вот, они, может быть, есть. Но у нас же и такой хлеб формовой, знаете, как ржаной. Наш вот этот вот обычный серый хлеб из Советского Союза. Здесь такого-то хлеба и нету в форме, поэтому у них и не продают. У них продают. Есть такие даже формы, знаете, с дырочками. Но я даже не знаю, это хорошо или нехорошо. Это больше для кексов, чем для хлеба. Для хлеба надо такие алюминиевые, толстые, такие, знаете, это. Потом что-то я ещё хорошее подчеркнула. На всех этих всё-таки курсах я вам сливаю свои знания. Но это же бесплатные были курсы, раз они нам об этом говорили. Значит, это не запрещено. Вот эти формы, когда вот вы смазываете форму перед тем, как туда положить тесто ржанового хлеба, оно же такое, знаете, липкое. Его не всегда даже, его растаивать растаивают, но растаивают сразу в корзинах этих, ну, для выпечки. Вот. Смазывают растопленным сливочным маслом, именно сливочным. Никаким там не растительным, никаким там оливковым, а именно сливочным. Ну, наверное же, в этом тоже есть какой-то подвох, правда же? Так, наверное, и надо. Вот, слушайте, очень хорошо на стекле, очень хорошо. Я прям думаю себе, что, может быть, прежде чем что-то купить другое... Так, одну из скребок. Слушайте, так у нас из скребков, вот я сейчас была в магазине, хотелось... Вообще для хлебопечени такие типа магазины, как там буланджи и всё такое, вообще ничего нету. Единственное, что я там нашла, я нашла там хорошую доску для резания хлеба, бамбуковую, и там, знаете, как у меня моя вся разломалась, потому что там на переклядинке было приклеено вот эти вот штучки, а там такое цельное, значит, такая подставка, да, с выемкой, наверх кладётся вот эта решётка, и вот в этой решётке просто выпилены дырки, то есть она не наклеена, она там гвоздиками не сбитая, ничего, ты просто её кладёшь наверх, на вот эту нижнюю доску или доску, не знаю, как правильно, и режешь хлеб, всё остаётся там внутри, ничего там уже не расклеится. Стоит она 35 евро такого вот размера, ну вот такого, где-то вот такого, да? Вот, и я её в следующий раз, когда буду в эксе, я её постараюсь купить. Вот так вот потихонечку, вот ножку пила, хотела сразу эту доску взять, а потом думаю, ай, Алла, угомонись. Вот, потихонечку, всё потихонечку, всё, моя хорошая. Я буду класть уже сейчас свой этот колобочек, потому что мне нужно срочно сейчас в мультиварку забросить сосиски, я вчера купила такие пальцем пиханные типа, и туда чесночок, лучок, и я сосиски эти обжарю, и потом залью соусом томатным. У ко мне сегодня девочка приедет зелёными томатами после обеда. Вроде бы так, обещаю, две капли дождя, поэтому я попросила мужа, чтобы он мне собрал томатов для девочки. И мы с ней должны чаю попить, я ещё не знаю, мне надо что-то испечь, может быть, вот этот шоколадный брауни, а может быть, какие-нибудь кракеры, не знаю, у меня есть остатки этой закваски. Да и вот тоже остатки закваски, послушайте. Видите, как ещё режется? О! Мама, прошу прощения. Вот, то есть ещё вот тесто, ещё, наверное, пару раз я буду вымешивать его, чтобы оно вот резалось ножом, так вот твёрденько. И ещё одна пропорция для этих вот заквасок левитоматры, чтобы она такая плотная становилась. Мы вместо половины воды на 50 граммов, допустим, берём, вот, допустим, на 100 граммов, легко сказать, 100 граммов закваски 45 граммов воды, не 50, а 45. Вот, всё, моя хорошая, теперь мне осталось только это всё закрыть и поставить на расстойку. Вот такой вот у меня большой такой бордель на столе. Ну, послушайте, сейчас всё вымоется. Вы видите? Всё-таки они уже отличаются, да, от предыдущих. Так, как, что вы опять? Хочу фотографию себе лично сделать. И вот думаю, как мне это не уронить на свои стёкла? Не очень хорошо получилось. Всё, мои дорогие, всем пока-пока. До следующего замеса. Ну вот, я поставлю вот так вот шкаф в этот. Здесь у нас это шкаф мужа, можно сказать, для завтраков. Печенье с сахарами, да, и так далее. Вот, и посмотрите, посмотрим, насколько оно поднимется. Резиночка не стала. Ой, ну что, марлечка, эти компрессии индивидуальные. Французские поменяла марлечку. Ну, прям вообще красота теперь, правда же. Французские поменяла марлечка.